Артикли Здравствуйте! Сегодня мы с вами разберем одну из базовых тем в немецком языке – артикли. Зачем же нужны артикли? Они отвечают за род, число, падеж, а также за определенность и неопределенность существительного. Артикли бывают двух видов – определенные и неопределенные. Темой этого ролика будут определенные артикли. О неопределенных артиклях мы расскажем в следующий раз. Определенные артикли имеют несколько форм. В единственном числе это мужской, средний и женский род. В мужском роде артикль – например, собака. Артикль женского рода – мышь. У среднего рода будет артикль «дас», например, «дас лох», «дыра». Но во множественном числе будет «ди», например, «ди лёйте», «люди». Когда же употреблять определенный артикль, а в каких ситуациях нужен неопределенный? Само слово «определенный» уже говорит о том, что обозначенный существительным с артиклем предмет «определен», то есть известен говорящему и слушающему. Сейчас мы разберем случаи, когда употребляется определенный артикль на примерах. Ситуация 1. Называемый предмет является единственным в своем роде. А. Сюда относятся географические названия, названия планет, созвездий, времен года, дней недели, месяцев и т.д. Например, Дэр Юли, Июль, Дас Шварцемэр, Черное море, Дизоне, Солнце. Б. Предмет единственно возможный в данной ситуации, то есть предмет хорошо известен для говорящего и собеседника, или является в данной ситуации единственным в своем роде. Махен Си бите Дас Фенстер Цу. Закройте, пожалуйста, окно. Ситуация 2. Повторное упоминание предмета. Дот стоит ein Mann. Дэр ман хат einen Hut. Дэр хут ист шварц. Там стоит человек. У человека есть шляпа. Шляпа черная. Ситуация 3. Называемый предмет конкретизирован. В немецком языке есть несколько способов конкретизации. Давайте рассмотрим их. А. Есть прилагательное в превосходной степени. Си ист дешнельсте лайферин. Она самая быстрая бегунья. Б. Есть порядковое числительное. Хойте ист де цвайте юний. Сегодня второе июня. С. Есть определение, выраженное существительным в родительном падеже или в дательном падеже с предлогом. Дэ кофа мэйнес онкельс ист им гэст цимэ. Чемодан моего дяди в комнате для гостей. Дэ. Есть определительное предаточное предложение. Дэ блумэ, дэ дэ мэ гэшэнкт хаст, штэйт ау дэм фэнстэ пэд. Цветок, который ты мне подарил, стоит на подоконнике. Ситуация 4. Определенный артикль употребляется в разговорной речи перед именами собственными. Ди мэйэрс комэн хойте фобай. Мэйэр заглянут к нам сегодня. Ситуация 5. Определенный артикль нужен перед абстрактными понятиями, которые употребляются для обобщения. Ди хаймат, родина, тас лэбен, жизнь. Но, если вы что-то называете или характеризуете, то нужно использовать неопределенные артикли. Наш учитель такой же человек, как ты и я. Теперь стоит рассказать о склонении определенных артиклей. Вам необходимо это выучить, потому что склонение артиклей очень важно при построении предложений. Кроме того, по такому же принципу изменяются вопросительные и указательные местоимения, а также прилагательные, стоящие перед существительными, не требующими артикля. Начнем со склонения артикля мужского рода единственного числа. Возьмем слово мужского рода. Дэ хунд. Собака. В именительном падеже будет артикль. Дэ. Вопросительные слова. Вэр. Кто и. Вас. Что. Дэ хунд. Дэ хунд. Лёвт. Собака бежит. В родительном падеже артикль. Дэс. Вопросительные слова. Вэссен. Чей. Чья. Чьё. Чьи. Дэ хунд. Обратите внимание, у существительных мужского и среднего рода в родительном падеже появляется окончание. Эс. In Deutschland. Фаертман. Дэнтак. Дэс хунд. В Германии празднуют День собаки. В дательном падеже. Дэйн. Вопросительные слова. Вэйн. Кому. Чему. И. Во. Где. Дэм хунд. Их фаээ им ауто мит дэм хунд. Я ежу в машине с собакой. В винительном падеже. Дэн. Вопросительные слова. Вэйн. Кого. Вас. Что. И. Вохин. Куда. Дэн хунд. Это кость для собаки. В родительном падеже артикль «des» – вопросительные слова «wessen» – «чей», «чья», «чьё», «чьи». Еще раз обращаем ваше внимание на то, что у существительных мужского и среднего рода в родительном падеже появляется окончание «es» – «das ist der Hund des Mädchens» – «это собака девочки». В дательном падеже «dem» – вопросительные слова «wen» – «кому», «чему» и «wo» – «где» – «dem Mädchen» – «ich schenke dem Mädchen die Blumen» – «я дарю девочке цветы». В винительном падеже артикль опять «das» – вопросительные слова «wen» – «кого» – «was» – «что» и «wo hin» – «куда» – «das Mädchen». «Diese Pralinen sind für das Mädchen» – «эти конфеты для девочки». Теперь рассмотрим склонение женского рода единственного числа. Возьмем слово женского рода «die Frau» – «женщина». В именительном падеже будет артикль «die» – «выпросительные слова» «wer» – «кто» и «was» – «что» – «die Frau» – «die Frau läuft» – «женщина бежит». В родительном падеже «de» – «выпросительные слова» «wessen» – «чей» – «чья» – «чьё» – «чьи» – «der Frau» – «das ist der Hut der Frau» – «это шляпа женщины». В дательном падеже артикль снова «de» – «выпросительные слова» «wem» – «кому» – «чему» и «wo» – «где» – «de Frau» – «ich schenke der Frau die Blumen» – «я дарю женщине цветы». В винительном падеже, как и в именительном «die» – «выпросительные слова» «wenn» – «кого» – «was» – «что» и «wohin» – «kuda» – «die Frau» – «diese Bralinen» – «sind für die Frau» – «эти конфеты для женщины». Разберем склонения множественного числа. Поддержанные вопросы остаются те же самые. Для примера мы возьмем слово «die Leute» – «люди». В именительном падеже будет артикль «die». Вопросительные слова «wenn» – «kto» и «was» – «что» – «die Leute» – «die Leute laufen» – «люди бегут». В родительном падеже «de» – «выпросительные слова» «wessen» – «чей» – «чья» – «чье» – «чьи» – «dar Leute» – «es ist das Geld» – «dar Leute» – «это деньги людей». В дательном – «den» – «выпросительные слова» «wenn» – «кому» – «чему» и «wo» – «где». Обратите внимание, у существительных в дательном падеже множественного числа появляется окончание «n». Но при условии, если слово оканчивается не на «es» или «en» – «ich gebe den Leuten» – «die geschenke» – «я даю людям подарки». В венительном падеже артикль снова «die» – «выпросительные слова» «wenn» – «kogo» – «was» – «что» и «wohin» – «kuda» – «die Leute» – «das ist das Geld für die Leute» – «это деньги для людей». Чтобы удобнее было запоминать, мы свели все склонения в одну табличку. Обязательно запомните ее! Ну а в следующий раз мы расскажем вам о неопределенном артикле. До встречи!